Отель До города оставалось пару километров. Я Петьку не видел со школы. А тогда мы были не разлей вода. Постоянно сидели на задних партах. Даже за девчонками бегали похожими. Эх, было время. Меня больше всего удивило, что после окончания школы мы почти не общались. А тут пришло приглашение. Кирюх, здорово, братишка. Давно не виделись. Слушай, я собираю всех своих старых и новых друзей. У меня новая должность. И я теперь генеральный директор сети гостиниц по всему городу. А когда сидел и писал приглашение всем, вспомнил школу и тебя. Приезжай в гости. Жду тебя. Твой школьный друг Петька. По скриптум. Ну, это я для тебя, Петька. А все называют меня Пётр Олегович. Ха, Пётр Олегович. Важная шишка, стало быть. Вот теперь я в дороге. Жду не дождусь встречи со своим школьным другом. Ехал около четырёх с половиной часов. А на самом въезде в город встал в пробку. И, чёрт возьми, простоял столько же. В итоге, девять часов жизни коту под хвост. Благо Пётр и это предусмотрел. И прислал мне СМС. Кирилл, слушай, тут такое дело. Мероприятие переносится на завтра. Многие опаздывают, да ещё и пробки девятибальные на въезде. Лучше езжай сразу по адресу улицы Громова, дом 6. Там находится одна из моих гостиниц. Тебя встретят мои девочки. Даже как-то странно, что Петя такое продумал. Он обычно сам всегда опаздывал на уроки. И, будем честны, умом не отличался. Учился плохо. Да и поведением своим бесил всех преподавателей. А тут сеть гостиниц. Кто ещё предусмотрелся? Он меня удивляет. Неужели прошло так много времени, и люди с возрастом меняются до неузнаваемости? Надеюсь, мы сможем поговорить с глазу на глаз. Видимо, человек он занятой. Приехав на место Громова, дом 6, меня приветливо встретила миниатюрная девушка лет 22. Добрый вечер. Кирилл Васильев? Пётр Олегович предупредил, что вы приедете. Пройдите к стойке регистрации, там вас оформят. За багаж не переживайте, мы доставим всё в ваш номер. Вот это сервис. Спасибо. Добро пожаловать в отель Кома. Лучше, чем дома. Отель Кома? Да, только Петька мог такое придумать. Так и слышу при встрече, как он шутит над этим названием. Клиенты снимают номер, чтобы поспать. А чтобы хорошенько выспаться, им нужно войти в Кому, а? Понял? Да, Петь, очень смешно. Подняв голову наверх, я увидел тусклую, еле освещенную вывеску. Отель Кома лучше, чем дома. Ударив себя по лицу от лютого кринжа, я вошёл внутрь, где меня встретила та же девушка лет 22. Простите, но вы только что встретили меня на улице. Нет-нет, это Лили, моя сестра. Мы близняшки. Девушка улыбалась и вела себя профессионально, что очень не сходилось с местом её работы. Сказать, что отель выглядел не очень, ничего не сказать. Всюду полиэтилен и какая-то краска, свежевыбеленный потолок. В некоторых местах торчали проводка на месте выключателей и розеток. В общем, я был разочарован. Я Лейла, а вы, видимо, Кирилл Васильев. Пусть вас не смущает весь этот беспорядок, мы недавно открылись. И уже вовсю идут ремонтные работы. Вот и вскрылась Петькина натура. Решил всё-таки подколоть старого школьного друга и поселить меня в недоделанный хостел. Не переживайте по поводу номера, в них ремонт полностью завершён. Так что вы будете первым во всех смыслах. А вот это уже звучит здорово. Может, всё не так уж и плохо. Лейла проводила меня до номера и пожелала доброй ночи, выдав мне карточку от двери. Ну, наконец-то. Горячий душ и мягкая кровать. Это всё, что мне сейчас нужно. Прислонив карту к электронному замку, послышался щелчок. И дверь с номером 210 распахнулась. Запах лаванды и жасмина. Будто открыл какой-то китайский чай. Аромат насыщенный, но не бьёт в нос. Приятный. Огромная двухспальная кровать, а перед ним телевизор, не уступая габаритами этой самой кровати. Мои вещи уже были тут. Осталось только распаковать их. Но этого я делать точно не буду. По крайней мере, не сегодня. План действий короткий. Душ и сон. Раздевшись и пройдя в ванну, я действительно был удивлён. Душевая кабина, больше похожая на стеклянный куб, имела режимов, наверное, 16. Тут тебе и тайский массаж, и релакс. Режим тропического душа, то бишь шарко. Режим турбо. Режимы сбрасывания шкур, нет? Как оказалось, есть. Под названием лайт пилинг. Дорогое удовольствие, наверное. Сколько же стоит снять такой номер? Боже, я обычный работяга, который не может позволить тебе даже полотенцесушитель. А беде я вообще только в кино видел. Тут же всё дорого-богато. Боишься даже трогать эти предметы. А то сломаешь и не расплатишься. После душа я прошёл мимо зеркала. Посмотрел на себя в белоснежном халате и прической, зализанной назад. Ты приходишь ко мне, но делаешь это без уважения. Посмотри, где ты, а где я. Да, я богат и купаюсь в роскоши. Вдоволь покривлявшись перед зеркалом, я отправился на кровать, где меня ждал небольшой сюрприз. Маленькая шоколадка в форме золотой монетки. Мелочь, а приятно. Так же записка. Спасибо, что выбрали нас. Отель Кома. Лучше, чем дома. Закатив в очередной раз глаза от слогана этого отеля, я подумал. А ведь действительно. Лучше, чем дома. С этими мыслями я начал постепенно проваливаться в сон. Мягкий, как облако матрас, поглотил меня в свои объятия. А одеяло укрывало от ночной прохлады. Чувство безопасности. Расслабление. Расслабление. Комфорта. Проснуться от сигнала тревоги – это, конечно, не лучшее в моей жизни. Каждый день я вставал по сигналу будильника на работу. А сейчас, находясь за сотни километров от дома, мне меньше всего хотелось встать по сигналу. Комната наполнялась красным светом. Затем вновь становилось темно. Виной всему красная мигающая лампочка над дверью, которую я раньше не видел. Окончательно проснувшись, я подошел к этой двери, до которой также была надпись «Пожарный выход». Вход, через который я зашел в номер, был заблокирован, и мне пришлось выйти через пожарную дверь. Открыв ее, в нос ударил запах сырости. Было очень темно. Только тусклая лампочка слегка освещала этот коридор. Резкий порыв сквозняка захлопнул дверь за мной. Я хотел было открыть ее, но ручки не оказалось на месте. Голое дверное полотно, через которое не проходил ни красный свет лампы, ни сигнал тревоги из номера. Наступила тишина. Настолько давящее, что я слышал свое дыхание. Сердцебиение и даже скрип своих суставов. Тысячи вопросов просто атаковали мою голову. От банального, кто спроектировал этот отель, до вполне логичного, что тут вообще происходит. Стоять на месте было бессмысленно, поэтому я пошел вперед, надеясь в потемках найти еще одну дверь. Держась рукой за стенку, я шел навстречу тусклой лампе, которая никак не помогала мне в поисках и выходе отсюда. Но как только моя рука коснулась чего-то отдаленно напоминающую дверную ручку, лампочка взорвалась, погружая все пространство во мрак. Дверь поддалась, и я оказался в какой-то комнате с обшарпанными стенами, грязным матрасом и небольшим столиком, а на нем были раскиданы бумаги и газеты. Прямо перед стеной, на которой было нарисовано импровизированное окно, сидел мужчина в кресле, покачивая слегка головой, будто слушая музыку. Я обратился к нему, но он будто не слышал. Все так же, качая головой, смотрел в стену. «Мужик, что?» Я повернул кресло. Мужчина был мертв. А на его шее было какое-то устройство с моторчиком, которое покачивало его голову время от времени. Но главное, я узнал тело Петька. Это был Петя. Я не мог в это поверить. Вопросов стало гораздо больше, и никто не мог дать мне ответы. Мне стало не по себе. Будто все, что происходит, нереально. Я присел на грязный матрас и принялся изучать бумаги и газеты на столике. Разные издания почти с одним заголовком. Пожар в отеле Кома. Отель Кома сгорел дотла. Кто поджег отель Кома? Выжить было нереально. Свидетель видел, как люди выпрыгивали из окон отеля Кома. На каждом издании был год выпуска газеты. 1994. Но среди этой макулатуры особенно выделялась новая газета. С заголовком стройка на Громова 6 снова заморожена из-за очередного пожара. Есть. Жертвы. Как такое возможно? Я... Я заселился в отель, который сгорел. Бред какой-то. Мне хотелось раскидать все эти газеты, убежать отсюда и никогда не возвращаться. С этой мыслью я встал и открыл дверь в коридор. К моему удивлению, это было совершенно другое место. Напоминавший обычный коридор в гостинице с множеством дверей. Красный ковер и зеленоватые обои. Все хорошо освещено. От этого я даже прикрыл глаза рукой. А свет становился все ярче и ярче. Также, прикрывая глаза, я искал, куда бы спрятаться от этого света. Дергая ручку за ручкой закрытых дверей, я наконец-то наткнулся на открытую. Сразу после того, как зашел, то захлопнул дверь. Глазам было настолько больно, что я упал на колени. Ощупав пол, меня внезапно посетило чувство, что я знаю это место. Потихоньку зрение возвращалось, и я смог рассмотреть ламинат. Окна с паспорной за ними погодой, кровать, стол. Кое-какая одежда. Это моя квартира. Я кинулся к столу, где стояла бутылка с водой, и залпом выпил всю. Прощупав, наверное, каждый предмет, я в ужасе думал, что все еще сплю, или у меня галлюцинации. Но все было настоящее. Я был дома. Хотя я не знаю, как и что произошло. С тех пор прошло около трех месяцев. Я не люблю вспоминать об этом. До сих пор хожу к психологу. Терапия помогает мне окончательно не слетись с катушек. Недавно узнал, что мой одноклассник Петр умер. Уже больше полугода назад. Его нашли на улице Громова, 6. От этой новости меня не покидало чувство тревоги. Надеюсь, завтра я смогу обговорить это со своим врачом. Задремав, вечером перед ноутбуком в дверь постучали. Сказав что-то неразборчивое. Что-что? Кто там? Я подошел ближе и хотел было взглянуть в глазок. Но тогда я расслышал. Обслуживание номеров от отеля Кома. Тут лучше, чем баба. Терапия!